В пределах метра от люка все принадлежит балансосодержателю данного люка. То есть наша задача определить, кто является ответственным за этот люк, ну и предоставить им предписание на устранение данной неполадки. Таких случаев в Одессе сотни. Вокруг люка посреди дороги образовалась яма. А под крышку явно давно не заглядывали коммунальщики. Люк может быть в чьи угодно. Это может быть теплосеть, это может быть ведомственный житель данного дома. Этот люк может быть предприятием «Фоксводоканал», может быть «Кобеля». Есть и такие люки, которые превратились в ямы. Местные закрыли их тем, что было под рукой – шинами, досками и даже камнями. Данный люк закрыт полуразрушенной бетонной плитой, закрыт покрышками резиной. Судя по всему, это было сделано с жителями ближележащих домов, дабы не допустить провала человека, детей и всей возможной такой ситуации. Кто может понести, скажем так, штраф, наказание за подобное? За данный люк будет нести наказание его балансосодержатель. Будет выяснено по документам геоподосновы данный люк. И вызовется, соответственно, балансосодержатель, ответственный за данный участок района. И к нему будет привлечено составленные административные материалы. За четыре дня проверки было обнаружено много нарушений. Антирекорд у Приморского района. Там их насчитали сотню. На третьем месте – район Суворовский. Ямы, конечно, присутствуют, потому что, к сожалению, не получается в каждом году захватывать полный объем работ, который необходим по исправлению, скажем так, и качеству уличной дорожной сети города. За тем, чтобы выбоины, золотали, а на люке установили качественные крышки, обещают следить общественники. Тем более, что из-за ям на дорогах часто случаются ДТП. В отношении количества ДТП по неудовлетворению содержания уличной шляховой мережи только с 27-го 2-го было 3 штуки. А количество складных протоколев было по статье 152 69. Каждая выбоина, она может быть причиной ДТП. Это здоровье людей, это безопасность людей. Поэтому я скажу, что здесь совпала идея, совпало желание и цели, и задачи патрульной полиции и общественников. И то, что мы сегодня видели, в принципе, это удручает. Немного ситуацию, конечно, нужно исправлять. Анна Граденцева, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».